Приветствую вас, друзья! С нами сегодня добрая половина команды. Это Денис Садовский, вратарь футбольного клуба Тойм. Денис, получается, что ты половина команды, а Рапов вторая половина команды. А где вся остальная? Не знаю, я бы сказал, наверное, это стереотип такой, который ходит... Не знаю, знаете, все говорят, что вратарь это полкоманды. На самом деле это не так, наверное. Это командный вид спорта, поэтому каждый игрок на поле важен. Я думаю, мы все вместе одно единое целое, 100%, как вы сказали. Поэтому я думаю, это какой-то стереотип и, наверное, что-то из ряда фантастики, что 50% это только голкиппер. Но все равно приятно слышать про себя такое, что вратарь действительно от тебя очень много зависит. В глубине души, да, там много кто говорит, что психологически, наверное, одно из более тяжелых амбула на поле, поэтому... Не скажу, что приятно, но у меня в душе может быть где-то немножко. Слушай, ну вот признаюсь честно, я думаю, что и болячки тоже со мной согласятся, что для России вратарь из Белоруссии, ноунейм, я уж прости тебе это обидно слово, неизвестный доселе, как бы приезжает в ПНЛ, и, ну, мы ожидали с какой-то опаской. И вдруг в матче с КамАЗом ты выходишь на замену и блеснячь отыгрываешь. И вот уже буквально мое сомнение просто расслоилось, и я тебе аплодировал через компьютер. И все было как бы прекрасно. То есть пару твоих спасений, и у меня улетучились все сомнения. Вот лично для тебя именно такой ты ожидал дебют? И как ты отреагировал? Тебя не задрожали коленки, когда тебе сказали, Денис, переодевайся, ты выходишь? 29-я минута. Да, скажу так, это был первый опыт в моей карьере, чтобы я выходил на игру с заменой. И буквально в первом тайме, то есть, как вы сказали, 29-я минута, да. Немножко было, конечно, волнение, но оно, естественно, прошло сразу после выхода на поле. Поэтому это был мой первый опыт в карьере, выйдя на игру с заменой. Поэтому чуть-чуть неожиданно, конечно. Но, наверное, это хорошо, что случился именно так. Но дело, знаете, когда тренеры за несколько дней говорят, что ты готовишься, будешь играть, наверное, это не очень приятно, когда ждешь, ожидаешь выхода. Поэтому, наверное, я рад, что так случилось. Именно мой дебют в этой команде произошел вот. То есть, быстрый шок, как... Ну, терапия такая, да, можно так сказать. Как у врача. Сейчас будет уколчик. Бам, все. Да, я думаю, это, наверное, легче бы мне удалось, перенеслось на моем организме и состоянии. Поэтому я все доволен. Да, мы тогда неудачно, конечно, сыграли. Но ничего страшного. Поэтому дальше больше заработаем и стараемся. Как появился вообще вариант с Томью? И насколько ты был трудоустроен, что ты достаточно, я так понимаю, быстро принял решение перебраться в НЛ? Да, получается, у меня еще был действующий контракт в Беларуси с моим клубом Energetic.BG. Получается, еще год контракт действовал. Но я принял решение, что хочу попробовать ввести где-то за границей, за пределами нашей страны Беларуси. Ты приветствую, что за границей, да? Ну, за границей она такая, да. Поэтому появился вариант, честно, не помню даже, как позвонили люди, которые работают в этой сфере, предложили. Я долго не думал, вот в том, в том команде ФНЛ, поэтому я быстро довольно согласился и принял такое решение. Вот там в течение нескольких, наверное, недель даже, может быть, быстрее, там все организационные вопросы решили и трудоустроили меня. Да, вот в этот и я прилетел буквально. Ладно, так совпало, что контракт я подписал на свой день рождения, Одесса, август, чтобы у меня день рождения было. И в этот день удалось. Символично? Ну, небольшой подарок, да. Судьбы, не судьбы, не знаю. Поэтому получилось вот так вот. Признать себя честно, быстро нашел на карте России город Томск? Ну, я забивал, да, в Википедии, там, сразу писал расстояние Минск-Томск, ради себя. Посмотрел там вроде 3,5 тысячи километров. Ну, меня это не расстроило, не удивило, поэтому я был готов на любые, можно сказать, приключения, в любую точку вашей стороны попасть. Мы все были свидетелями белорусского чемпионата, который продолжал проходить, когда объявилась эта пандемия. И в прошлом году мы все его были свидетелями по телевизору. У каждого болельщика свое мнение на предмет о том, какая сила у белорусского чемпионата. Но ты как эксперт фактически получаешь, потому что ты поиграл и там, и уже тут. Все-таки белорусский чемпионат, его уровень РПЛ или ФНЛ? Ну, какой интересный вопрос, знаете, чтобы никого не обидеть и расстроить. Я больше склоняюсь, наверное, как бы сказать, к второй часик ФНЛ. Поэтому есть, конечно, хорошие команды там, которые находятся в топ-5, топ-7 белорусского чемпионата. Тот тоже шахтеры, маты, фавориты, якобы чемпионы страны. Ну, можно и сравнить там с некоторыми командами российской, например, лиги там. Но мне кажется, немножко уровень белорусского круга чуть пониже. Ты приехал сюда. Как у тебя сложились отношения с ребятами? Как быстро тебя принял коллектив? Потому что ты приехал, получается, чуть ли не последним. Да, получается, я уже полтора месяца в команде нахожусь, и адаптация проходит идеально. Ну, прекрасно, идеально, я бы сказал. Поэтому сообщения с ребятами вообще проблем нету. Я человек коммуникабельный. У меня никогда не возникало вопросов с знакомствами, с общением. Ребята все простые, адекватные. Поэтому коллектив у нас супер. Команда топ, я бы сказал. Хорошо. А взаимоотношения с твоим конкурентом прямым, с Арапом, как выстраиваются? Да, у нас рабочие моменты, все на тренировках общаемся после тренировки. Поэтому настроение всегда хорошее. Никаких косых взглядов, я бы сказал. Желаем второго конкурента, желаем удачи друг другу перед играми. Поэтому все отлично, никаких проблем не возникает. Я думаю, не возникнет протяжелей сезона. Поэтому все супер. Немножко верну тебя в твою игру. Ты выходишь на замену. У тебя ноль пропущенных. Прекрасная статистика. Следующий матч ты пропускаешь два, следующий матч пропускаешь три. Надеюсь, это закончится. Или дальше пять не пойдет больше. Нет, я имею в виду, что получается три матча и пять пропущенных мячей. Эта статистика ужасная или она вполне объяснимая? Я бы не сказал, что ужасная. Как ее объяснить? Нет, но это футбол, знаете, то есть можно было больше пропустить. То есть, конечно, в первую очередь всегда ставятся победы команды, то есть результаты. А там второй момент для вартаря сыграть на ноль, это уже личные какие-то стерени. Да, это приятно всегда, но в первую очередь это результат три очка для команды. Поэтому не скажу, что там я сильно расстроился. Наверное, да, чуть-чуть неприятно, но это футбол, это такая вартарская доля, знаете, поэтому пропущенные голы, это мне надо на втором на третьих матчах. Не знаю, сказать ужасное, не ужасное. Приятное. Что есть, то есть. Да, поэтому работаем, да, но стараемся дальше. Правда ли, что тренер, Денис Кулаков, использует экшн-камеру постоянно и ставит ее за ворота во время матчей? И для чего он потом использует этот материал? Да, но я, наверное, не секрет, наверное, что это рассказываю, поэтому, да, это все правильно, и на тренировках он, получается, ставит эту камеру. То есть потом мы смотрим вместе со всем вартарским коллективом, мы разбираем какие-то моменты, какие-то ошибки, недочеты, и вместе учимся, вместе рассматриваем, как со стороны на себя посмотреть какие-то моменты и нюансы в нашем вартарской кухне, можно так сказать. Поэтому это очень здорово, развиваешься, растешь, вместе мы истекаем каких-то новых целей, что-то обсуждаем, поэтому это супер, это уровень, я считаю, это большой профессионализм. Еще один довольно шутливый вопрос пришел от одного из наших болельщиков, это было 1 сентября, когда мы объявляли конкурс на вопросы, чтобы расширить знания наших болельщиков. Итак, почему вратарь всегда падает в другую сторону от мяча, когда бьется фенальца? Вы что, не можете падать в одну сторону с мячом? Ну, фенальца, знаете, это лотерея такое, поэтому, не знаю, как вот недавно читал в интернете, там проводилось какие-то исследования специалистов, то есть, как лучше играть на фенальце, по реакции, например, или на какую-то интуицию. То есть, там, исследователи, получается, провели эксперименты, что, там, какие-то вычитали проценты, что, оказывается, на реакцию, знаете, лучше, но, блин, то есть, расстояние, как можете посчитать, там, 11 метров, в основном люди приложатся с огромной силой, там, поэтому, я думаю, это чисто интуитивный вопрос, как, у кого какие-то чувства есть, может быть, но, чаще всего, получается, что разводят, да, игрок разводит вратаря, поэтому, это чисто дело случая, я не знаю, знаешь, как говорят, типа, если игрок не забивает пенальти, говорят, это не сейв вратаря, а скил какой-то, это ошибка бьющего, поэтому, это чисто такое. А для тебя, что ближе, реакция или по мячу? Нет, наверное, интуиция, я бы так сказал, не скажу, что на реакцию какие-то пенальти, мне не часто, наверное, дается отбивать пенальти, ну, конечно, были какие-то моменты в Корее, но, скорее всего, это какая-то интуиция, фарт, возможно, поэтому, как-то так. Ну, что ж, Денис, я надеюсь, что твоя интуиция помножится на твой опыт, и это принесет тебе новых результатов, лучшей статистики, чем ты ожидал, даже, когда приезжал к нам, поэтому, большое тебе спасибо, желаю тебе удачи. И, уважаемые болельщики, следим за нашим вратарем, и, конечно, конечно, болеем за нашу команду. Вперед, Томитомск!